С вами Борис Тенцер и программа контакт по понедельникам здравствуйте но я не буду вам напоминать о том что скоро новый год я не буду вам напоминать о том что все что не пожелается все всегда сбывается это как раз связано с новым годом чудеса вообще все то что люди относят вот к этой такой чудесной и не всегда объяснимой части нашей жизни происходит под новый год или в новый год и поскольку у нас до нового года осталось буквально считанные дни то я бы хотел сегодня вас познакомить с человеком который приоткроет нам какую-то такую сторону жизни которую мы с вами практически никогда не обсуждаем мы слышали об этом мы знаем что это существует где-то как-то мы можем к этому относиться с иронией и так и надо мы к этому можем относиться с осторожностью и так и надо мы с к этому можем относиться с юмором тоже так надо и в то же время мы к этому можем относиться очень серьезно потому что что у нас сегодня не просто человек, который занимается анализом руки, а человек, который занимается еще и математикой. Это успешная молодая женщина-математик, работает в хорошей финансовой компании, и, казалось бы, все у нее сложно, все отлично. И вдруг она начинает увлекаться совершенно необъяснимыми вещами. Она становится аналитиком руки человека. Сегодня мы с вами узнаем, какие бывают руки. Так что вы, пожалуйста, приготовьте свои руки. Вы будете тоже вместе наблюдать, исследовать тому, что будет рассказывать Анармина. И перед Новым годом вы сможете узнать о себе, может быть, немножко больше. Может быть, вы что-то такое узнаете, что давно-давно откладывали узнать. А сегодня узнаете, и это приоткроет вам вашу жизнь. Вступление закончено, и мы переходим к основной части нашей передачи. Ирина Кравцов, математик, аналитик математический и аналитик руки человеческой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Я все правильно сказал? Абсолютно все очень правильно. Там падает, да? Значит, нам сегодня с вами предстоит такое очень интересное путешествие по руке человека. Вот я сегодня, когда ехал на передачу, я смотрел на свои руки и думал, ну неужели прямо вот мои руки могут вам что-то рассказать? Вы уверены, что вы сможете мне всю мою жизнь рассказать? Это не вся жизнь, это характер души человека. Он описывает настолько идеально человеческое мышление, которое помогает людям открыться, и после этого у них меняется жизнь. Но смотрите, тут один маленький нюанс, который я хотел вас спросить. Я вообще давно интересовался астрологией, хиромантией и что там еще есть третье, что такое, эзотерик или что-то такое. Я читал это все. Читал, мне было интересно, я даже читал, что хироманты, они предсказывают жизнь. Что вот такой-то человек в таком-то, примерно, возрасте упадет с лошади и там или поломает ногу, или погибнет, или утонет, или так далее. Вы тоже это предсказываете? Нет, я это не предсказываю. Хиромантия отличается от анализа руки тем, что хиромантия предсказывает будущее. Она может тебе сказать, что было в прошлом. Но анализ руки, к сожалению, этого даже близко не показывает. К сожалению, это вы сожалеете, но вы в это верите? Я не очень в это верю. Я считаю, что это очень интересно. Но рука человека показывает больше эмоциональный характер человека, его ментальный склад. Его физическое состояние. Поэтому сказать, что будет в будущем, я считаю, что практически невозможно. Можно угадать. То есть вы как бы не говорите то, что будет в будущем, вы говорите, что бы вы могли с собой сделать, чтобы получить в будущем. Я считаю, что... Вы склонны к тому-то, к тому-то. Да, я склонна к тому, что можно открыть человека. Потому что человек знает о себе очень мало. В то время, что у каждого человека очень большой потенциал. И когда он начинает себя открывать, он начинает видеть свой внутренний мир. И он начинает смотреть на мир со всеми другими глазами. Скажите, пожалуйста, начнем сначала. Прошу прощения. Вы математик. Я математик. Вы закончили университет. Да. Где вы заканчивали его? В Фордом университете. То есть вы здесь в Америке? Да, в Америке. То есть карьера более-менее складывается нормально. Очень хорошая карьера. Мне кажется, вы даже рассказывали, что у вас... Да, я защищала докторскую. А, и даже и докторскую, да. И поэтому, с одной стороны, у вас прекрасное математическое образование. Но, с другой стороны, я не совсем понимаю. Вы хотите стать аналитиком? Это наука. Рука, это наука о руке, да. И каждая рука, это настолько уникально и имеет свою историю. И в корне отличается от любой другой руки. Каждая линия, особенно, что уникально, это я обращаю внимание на отпечатки пальцев. Потому что отпечатки пальцев у каждого человека очень своеобразные. Как вы дошли до этого? И по отпечаткам пальцев можно рассказать о жизненной цели человека. Я думаю, что этот вопрос, который интересует абсолютно всех. Как вы дошли до этой идеи, что вы хотите этим заниматься? Это было очень случайно. Это началось с моих детей. Они были уже взрослые, заканчивали школу. И, естественно, перед ними стоял выбор, куда идти учиться, что выбирать. И они не знали. И насколько я привыкла помогать им во всем, я никак не могла им помочь. И я была озадачена. И передо мной была цель найти что-то, чтобы помочь своим детям найти себя. И с этого началась моя учеба. Я нашла человека, который очень хорошо разбирается в анализе руки. Я читала очень много книг. Я занималась в определенном университете несколько лет. И после этого... Несколько лет занималась. Несколько лет, да. Вот сейчас у нас плакат такой, большой плакат, большая рука. Вот тут какие-то картины даже есть. Тут, я не знаю, тут какая-то живопись. Это что? Вот у меня на руке этого нет. Правильно. Я попыталась на руке нарисовать вещи, которые можно объяснить словами. Но визуально они представляют собой уникальные картины, которые, смотря на них, например, человек сразу сможет определить, что здесь нарисовано. Правильно? Например, в верхней части нарисован мозг. То есть это определяет, насколько человек быстро думает, насколько у него много идей. И поэтому каждая картинка определяет... То есть если развита вот эта часть, и что такое развита? Толстая, пухлая, маленькая? Да, все разное. Люди, опять-таки, бывают длинные руки, бывают короткие пальцы, бывает квадратная основа, бывает круглая. То есть настолько все разное, и оно абсолютно имеет разные значения. Давайте заинтригуем наших телезрителей. То есть скажите, например, чтобы они посмотрели на свои руки, скажите, например, какую-то такую деталь в руке, чтобы пока наши телезрители смотрят, чтобы они уже начали копаться в каждой своей руке. Ну, одним из уникальных, как мне кажется, примеров, это размер мизинца. То есть если размер мизинца превышает обычную его длину, то это говорят о том, что человек, например, очень-очень умный, очень быстро принимает решение. А как знать, что превышает мизинец? Я не знаю, превышает мизинец. Я могу показать это вам на вашей руке. То есть когда вы поставите мизинец очень близко к рядышкам, да, соберите, и вы увидите, что мизинец превышает последнюю линию. Фалангу, последнюю фалангу. Во мне надо лучше двигаться, иначе вы потом не найдете свое место. То есть мизинец, если вы показываете это зрителям, то мизинец, вот, например, намного выше превышает последнюю фалангу. А, если он превышает фалангу, да? Превышает фалангу, да. То есть это человек, который очень-очень умный, который... Это я. Это вы в данном случае. Спасибо, да. Но это все люди, которых это больше, да. Пожалуйста, уважаемые телезрители, посмотрите все на свои мизинцы. Посмотрите, вы поняли, да? Если мизинец выше этой фаланги, то вы умны. Я уверен, что все у нас зрители именно так и расположены мизинец. И если последняя, верхняя часть мизинца выражена очень сильно, то это человек, который генерирует... Выражена это на... Очень длинная, длинная, да. Это человек, который генерирует очень много идей. Понятно. Хорошо, вот мы сейчас покажем первую фотографию, которая... Это же самая картинка, но которую можно будет более... Да, вот сейчас, может быть, это лучше будет видно нашим телезрителям. Да, вот здесь находится этот... То есть сейчас телезрители видят только то, что сейчас на экране. То есть если мы мизинец, рассматриваем мизинец, то мы видим там... Мозг. А, это мозг. Мозг, мозг. Мозг человека. Да, ну хорошо. Давайте вот сейчас показывает, Ирина, ваш плакат. Вот этот плакат, да? Здесь. Это мозг. То есть вы таким образом как бы сразу... То есть можно посмотреть на эту картинку и сразу разобраться с собой. Хорошо, хорошо, понятно. Можно привести нашу пример, это где доллар, сай, нарисован. То есть это эрия, которая связана с деньгами. И наверняка очень много людей... И что? Что значит связано? Ну и что? Если уровень этого средней части пальца тоже увеличен, это говорит о том, что людям нужны деньги. Люди считают... Не то, что они помешаны на деньгах, но это люди, которые любят иметь много денег в банке. Я думаю, что все наши телезрители не откажутся от такой идеи. И уже все лихорадочно смотрят на эту фалангу. Но в то время, когда этот уровень очень маленький, это люди, которые не очень как бы увлечены деньгами. То есть деньги для них не самое главное? Деньги для них не самое главное. А что... А какая часть руки показывает о том, что человек не о деньгах думает, а об искусстве? О каком-то... Это Аполлон считается. Вот это творчество, тут написано, религиознилизатор. То есть вот этот палец, длина этого пальца определяет, насколько это будет творческая натура. То есть палец был длинный? Он должен быть длинный. Он должен быть более длинный, да. Да, смотрите, пожалуйста, уважаемые телезрители, смотрите за своими руками. Значит, давайте мы вот что сделаем. Связано как-то ваше знание математики, ваша работа, где вы анализируете, подсчитываете плюсы-минусы. Каким-то образом вы это совмещаете с этим анализом? Здесь тоже, мне кажется, анализ. Здесь тоже надо взять все данные, данные такого, мизинца такого, все это пересчитать, все это посмотреть, чтобы создать общую какую-то картину. Или я, может, заблужаюсь? Нет, обязательно, потому что математика, это, естественно, развивается логика. И когда я смотрю на руку, это то же самое, как я смотрю на кроссворд, который я должна полностью посмотреть на всю картину, так сказать, сверху, и потом посмотреть на мельчайшие детали и соединить все это вместе. И только после этого я могу уже человеку рассказывать историю о нем самом. Ну вот, хорошо, вот приходит к вам человек, садится, что вы первым делом делаете? Я смотрю на отпечатки. Вы выпытываете у него все, что о нем? Нет, я обычно человека вижу первый раз, и я начинаю с того, что я делаю отпечатки пальцев, отпечатки руки, и смотрю на отпечатки пальцев, чтобы определить жизненную цель человека. Потому что это одна из основных моих целей. Жизненная цель. Жизненная цель человека. А вы могли бы сейчас дать подсказку нашим телезрителям, чтобы они разобрались в своих жизненных целях? Для этого мне нужны отпечатки пальцев. А, они должны прислать вам свои отпечатки пальцев. А скажите, сам человек, вот не обращаясь к вам, специалисту, может каким-то образом немножко в себе разобраться, в своей руке? Конечно. Но, к сожалению, это не 100% людей. То есть большинство людей приходят к этому, это занимает очень много времени у них. И поэтому я очень люблю работать с детьми, особенно, которые уже заканчивают школу и идут в калыч, потому что я могу их направить. То есть вы можете как бы сформулировать их потенциал. Да. И тогда им намного проще сделать свое решение, принять решение и понять, что они хотят в этой жизни. Ну, они еще сами не знают, что они хотят, верно? Очень многие знают. Я была очень удивлена, но многие детки настолько умненькие и просто необыкновенные. То есть они четко видят свою картину. И когда я им говорю, они просто, да, 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 как ты могла это знать? А я не понимаю, как они это могли знать? Потому что я привыкла к тому, что большинство детей, которых я видела раньше, они не имели направления. Поэтому мне кажется, что нынешнее поколение очень-очень... Нуждается в поводыре. Вот таком. Ну, хорошо. Вот я пришел, например, со своей какой-нибудь маленькой-маленькой дочерью. Посмотрели вы руки. И что вы говорите? Она склонна к искусству или она склонна к математике? Или она вообще ничего не добьется в этой жизни? Нет. Каждый человек имеет необыкновенно огромный потенциал. Поэтому в основном рука имеет очень хорошие характеристики. Как эти характеристики будут использованы, это уже зависит от человека. И поэтому, опять-таки, одни и те же вещи могут использованы быть в позитивную сторону и точно так же отрицательно. Как это будет использовать человек, я не знаю. Я могу догадываться, основываясь как бы на том, что я вижу по руке. Да. Ну вот у нас есть... Да, да. Ну, конечно, я могу сказать очень много. Я могу сказать, насколько человек талантливый в какой-то области. Склонен, более предрасположен к чему-либо, да? Да. Но вот вы видите... Вы видите в своей руке склонность к чему? К математике или к искусству? У меня аналитический склад, у меня есть очень такая творческая как бы натура, потому что я люблю все создавать. И мне кажется, что именно когда я делаю... И вы это видите в своей руке? Я это вижу в своей руке, да. И причем, когда иногда я чувствую, что какие-то происходят блокировки, и чего-то я не могу добиться того, чего я хочу, я опять смотрю на свою руку. И я просто вижу, что нет, у меня это все есть. Просто что-то мешает. Я должна понять, что мешает, и идти дальше. То есть вы как бы... Когда вы встречаете сопротивление судьбы или жизни, вы себе говорите, ничего подобного. У меня на руке написано, что все будет отлично. И вы идете уверенно вперед. И тогда таким образом вы добиваетесь. Я немножко меняюсь, я немножко по-другому начинаю смотреть. Я понимаю, какие ошибки я допускаю. И я пытаюсь меняться и исправлять ошибки. Да. А скажите, у вас муж... Как зовут его? Гриша. Гриша. Он у вас художник? Да. Ну и как, у него рука художника? Очень, да. А вы когда познакомились, вы еще тогда не занимались этим? Нет, я начала этим заниматься. Когда вы выбирали мужа, вы еще тогда не разбирались в руках. Я в руках не забиралась. Все понятно. Хорошо, у нас с вами есть несколько отпечатков, да, отпечатков разных рук. И поэтому мы можем на конкретных каких-то отпечатках сейчас посмотреть и разобрать, что к чему. Вот мы сейчас попросим показать вторую фотографию. Это вот будет первый такой отпечаток. Да, вот он на экране. Вы его видите на экране. И можете вот как-то комментировать. А почему, кстати, вот хорошо отпечатались только крайние, как бы, фаланги, а средние не отпечатались. Это строение руки или это не хватило краски? Это может... Нет, краски всегда достаточно. Это, скорее всего, строение руки и недостаточно количества энергии в определенных областях руки, которые не дали полный отпечаток. Но это рука очень уникальной женщины, потому что она меня поразила тем, что она пришла ко мне с просьбой. Она больная дислексией. И в 50 лет она решила изменить специальность. И в 50 лет, как мы знаем, это довольно сложный процесс. Она пошла в колледж, позанималась там где-то 3-4 месяца, но, к сожалению, она не смогла сдать ни одного экзамена. И когда она пришла ко мне, она сказала, у меня есть еще месяц, последний шанс. Пожалуйста, помоги, сделай все, что ты можешь, потому что... Последний шанс сдать экзамены. Последний шанс экзамены, потому что она все экзамены, там, 4-5 экзаменов она уже провалила. Ау. И у меня заняло несколько часов с ней разобраться, понять, потому что, естественно, когда человек, во-первых, дислексия, это намного сложнее. И смотря на руку, я понимаю, что в голове у нее полный масс. И мне нужно было... Все перемешано. Все перемешано, да. И мне нужно было очень понять, чтобы она смогла понять все, что я ей скажу. Секундочку, вот рука, да, снова на экране. Что значит вот все перемешано? Где вы видите это все перемешано? Объясните мне, пожалуйста. Ну, во-первых, слишком много линий. У нее огненная рука. То есть, когда слишком много огня, это человек движим очень разными идеями во всех разных направлениях, четко не видит своего пути, как бы и теряется. Ну, это говорят, что творчество, как сказать, много в нем возможностей, да? Возможностей много, но в голове очень много. И это все вы видите, вот вы видите по этому отпечатку этой руки? Да, конечно. Ну, это сложно объяснить, потому что это определенные линии в определенных направлениях, в определенных местах. Это то, что вы изучали. Это то, что я изучала. И поэтому для меня, например, я пыталась делать самое, что я могла большее для нее, это объяснить очень медленно, доступно, чтобы она поняла все, что ей нужно делать. Ну, например, что вы объяснили? Вот я эта женщина, а вы мне ее объясняете. Ну, это долго. Я с ней провела два часа. Нет, нет, два часа у нас нет, но две минуты у нас есть на эту женщину. Ну, то есть, для нее самое первое – это определенные приоритеты в учебе, в жизни. И она должна быть намного более осознавать, вернее, осознавать то, что ей нужно делать. И буквально где-то через две недели она мне позвонила после нашей сессии и сказала, Ира, вы не можете поверить, я сдала все экзамены на A. С ума сойти. Я не поверила, потому что я не ожидала таких результатов. То есть, ну, я думала, окей, она сдаст, может быть, на C, на C+, на B, потому что я вижу действительно очень большие проблемы. То есть, вы хотите сказать, что у нее знания были, но она не умела это доказать или сосредоточиться, если это письменные… Ну, дислексия – это довольно сложно, она не может читать, она не может писать. То есть, у нее специальные программы, которые говорят… Она замедленная, дислексия – это замедленность, да? Это кроме замедленности она не может читать книжки. То есть, у нее была программа в компьютере, которая просто читала ей книжки, по которым она занималась. То есть, это намного-намного сложнее. Вау. Да, и она все тесты сдала на Эй, вот буквально она мне позвонила в августе, она закончила колледж. То есть вы считаете, что это благодаря тому, что вы ей объяснили ей самой, ее саму? Да. Очень интересно. Она была поражена, и все люди вокруг нее были поражены, потому что никто уже не считал, что она даже сможет закончить колледж. Да, так звучит очень, вот так прямо взять и человеку объяснить, и он сразу по-другому. Ну, окей, давайте тогда другую руку посмотрим. У нее большая сила воли. Третью фотографию, да, давайте посмотрим. Третья фотография у нас вот такая. Но тут вообще у нас краски не хватило на ладони. Да, но у человека просто, это человек очень-очень уставший, это женщина, это очень известный музыкант, она скрипачка. И когда я ее увидела, она была полностью выжата, то есть она работала и занималась настолько много, что она была ужасно уставшая. И в этом состоянии я брала у нее принт. И вот это вот отсутствие краски, это говорит об усталости? Отсутствие краски именно в этом месте, это об усталости о том, что она перерабатывается. То есть, скажем так, а можно сказать, что вы просто плохо прижали руку? Нет, я очень хорошо прижимаю руку, и достаточно инка. Это недостаточно энергии в определенных местах, и сколько бы ты ни прижимал, этот инк не появится. Скажите, пожалуйста, ну, это вот то, что мы сейчас говорим, вот недостаточно энергии, это на грани какой-то между наукой и чем-то таким потусторонним. Ну, это мне так кажется, может быть, я и прав. Просто если вы смотрите на руку, вся рука черная, там нету даже пробелов. Но ты можешь, не знаю, какой вес прилагать к руке, отпечаток все равно не получается. Но на руке как бы отражается, каким-то образом происходит отражение твоей внутренней жизни. Это отражается на руке. Только на руке? Иногда говорят, на лице говорят иногда. Я знаю, что можно определять многие вещи по глазам, по зрачкам, но я в этом не специалист. А вот, я прошу прощения, стоп и ног? Не знаю. Не знаете? Не в курсе. Не, ну, действительно, мы можем посмотреть на человека, на его выражение лица, на как бы его мимику, и мы можем представить, так, вообразить, что собой этот человек представляет, и вообще, как он прожил жизнь. Многие, кстати, говорили, вот классики литературы, они говорили, покажи мне руку, и я сразу определю. Они не были Хермандаи, они просто определяли сразу, как человек и чем выжил. Вы сталкивались с этим? Ну, я сталкивалась, я не думаю, что можно сказать очень много, но можно какие-то определенные характеристики дать, потому что насколько сильный человек сжимает твою руку, говорит, насколько у него развит вот селфи-стим, насколько человек чувствует себя комфортно самим собой. Но, о, это очень интересный момент, как сжимает человек руку, но это еще зависит от того, вот если, например, мне бы сказали, и мне когда-то давно сказали, твоя рука никогда не должна быть вялой. Вот человеку говорят, слушай, ну что это за вялая, ну, как тряпочка какая-нибудь. Ты должен сжать руку сильно, крепко. Все, это уже не отражение моего характера, это просто отражение того, что я себе дал задание. Сжать как можно сильнее, чтобы... Но вы это делаете на conscience level, в то время, как большинство людей делают это бессознательно. И когда ты делаешь бессознательно, это проявление твоего характера. Но если человек сознателен, то ты не узнаешь ничего? Нет, не узнаешь. Но рука не меняется, рука как бы независимо, что ты чувствуешь в данный момент, и насколько ты прилагаешь усилий. Рука – это истинное лицо человека. Рука – как страшно звучит. А может, хорошо. Истинное лицо человека находится на руке. А бывает, как-то руки стираются, меняются? Линии могут меняться, могут изменяться в течение лет. Считается, что каждые 4 месяца есть шанс, что какие-то линии могут увеличиться или уменьшиться. В то время, как отпечатки пальцев никогда не меняются, человек рождается с ними, и он умирает. И не бывает двух отпечатков одинаковых, да? Бывает. Бывает. Бывает, очень редко. Не бывает, чтобы на всех пальцев. Но может быть, что один отпечаток на одном пальце может каким-то образом случайно совпасть с отпечатком другого человека. Но это один миллиард, наверное. Вот я читал, когда я сам увлекался этим, читал много, что левая рука – это то, с чем человек рождается. А правая рука – это то, что он из себя сделал. Так оно есть, нет? Нет, это не так. Но у меня разные руки. Вот я смотрю, линии разные. Они разные руки, разные руки. Но линии, как я сказала, уже меняются на левой руке и на правой руке. И если линии меняются на левой руке, это значит, что с этими линиями ты уже не родился, правильно? То есть оно полностью отодвигает эту теорию. А, ну, если меняется, да. Ну, я не наблюдал себя, когда рождался, поэтому я… Левая рука больше отражает твое отношение к твоим близким. Правая рука – это больше отражение с людьми, которыми ты знаком меньше. То есть это больше бизнес-партнеры, люди, с которыми ты работаешь, знакомые. Еще раз, еще раз, очень интересно. Левая рука отражает твое отношение с твоими близкими. Ну, например, вот наши телевизорители сейчас разобрались. Это семья. Как они с семьей? Да. То есть поэтому иногда бывает… Ну, как ты ладишь, да? Да. А как это увидеть? Вот дайте какой-нибудь такой тип. Ну, это линия сердца может отличаться на левой и на правой руке. А где эта линия сердца? Где это такое? Ну, сейчас мы не видим. Здесь она… Нет, мы сейчас… А, сейчас нам покажут, да. Здесь она может происходить вот так, линия. Она может быть… Там много разных вариантов, как линия сердца может идти. А, это вот посредине ладони, да? Это самая верхняя линия, самая верхняя линия, которая идет поперек, да. Поперек ладони. И… Ну, вот говорят, что есть там длиннее линия, там дольше живешь, меньше живешь. Это не… Это не… То есть вы это не проходили на вашем… Нет, линии… Вы говорите про линию жизни. Линия жизни – это отражение количества энергии, которое тебе дано. Как ты его будешь использовать, это зависит от вас. Это не сколько лет ты проживешь, потому что была статистика, которая с короткой линией жизни… Еще раз, это линия энергии. Это линия жизни. Не линия жизни, а линия энергии. Энергия. Ты можешь как бы разделить на 150 лет, а можешь и меньше. Да, потому что по статистике у людей, у которых была эта линия очень короткая, они могли жить очень долго. И могло быть наоборот. То есть они очень экономно расходовали энергию. Это хорошо или плохо? Для каждого человека это по-разному, потому что если человеку очень творческая натура, ему будет очень сложно быть спокойным, потому что у него очень много эмоций. В то время как человек, который, например, больше вода, он более спокойный, он как бы не реагирует настолько, опять-таки, в зависимости от людей, которые с ним живут или общаются. Да. Ну, хорошо, давайте посмотрим следующую руку. Это у нас какой будет тогда четвертый, да? Кстати, а вот, прошу прощения, пока мы не показываем. Да, это хорошо, давайте вот это следующее. Это что у нас? Кто это у нас? Это музыкант или это уже слесарь? Это была очень... А, кстати, слесаря у вас есть? Или у вас только... У меня было несколько человек, которые очень любили делать что-то руками. И это люди, которые делали очень интересные музыкальные инструменты. И это было заметно? И это было заметно, да. Потому что когда я начинала человеку описывать, что бы он мог делать, он говорит, «Вал, это моя мечта, и это то, что я делаю». Да, ну так вот мы смотрим, у нас есть. В данном случае это модель, очень известная модель, которая была очень заинтригована тем, что я ей рассказала, потому что у нее как бы жизнь складывалась именно так, как она не хотела. И она не могла понять, почему. А вот можно вот так посмотреть на руку? Вот вы, например, Ирина, не знаете, что это модель, или это, я не знаю, она в скачках участвует, там, на лошадях. Вы могли бы определить по руке, чем занимается человек приблизительно? Не на всех руках, но на многих, да. То есть, например, есть очень выраженная рука лоера, очень выраженная рука в лорча. И это можно в детстве даже? Вот привел ребенка, говорит, значит, так, дорогой, вот ты пойдешь в лоеры, а ты пойдешь в врачи. Рука меняется, то есть, если я посмотрю руку, которым годовалого ребенка, конечно, сказать будет очень сложно, потому что овал и шейп руки меняются. Потом лучше смотреть в 5 лет, в 8 лет, в 12 лет. В 12 лет это уже больше сформированная рука, по которой более четко можно определить. Ну вот юридическая традиция, да, девочка в 12, а мальчик в 13. То есть, вот в этом возрасте надо отсматривать руку, прежде чем идти в калыш. Да. И рука на самом деле, рука лоера и рука в лорча очень похожи, за небольшим исключением. Чем вы можете это объяснить? Линия головы немножко длиннее у руки лоера, и это, естественно, характеризуется видом работы, потому что они готовятся к суду намного дольше, то есть они должны думать над одним и тем же кейсом очень долго, в то время как врач должен принимать очень быстрые решения. То есть, вот я хочу понять зависимость. Вначале начинает голова удлиняться, потом рука, или вначале рука, потом голова. Это как работает мозг, а рука это бы если отражение. Но она потом уже отражается, после того, как мозг проработал. Конечно. Хорошо, на вот этой ноте мозг и рука мы с вами и прервемся на несколько, пару минут, посмотрим рекламу, сделаем себе чай, посмотрим на свою руку, кстати, и продолжим наш разговор с Ириной Кравцов. Реклама. Внимание! В пакет RTN Platinum входит 12 лучших телевизионных каналов на русском языке. В празднику чудес, в празднику новых открытий. И мы составляем планы на следующий год, на будущую нашу жизнь. И поэтому мы хотим больше о себе знать, мы какие-то планируем вещи, которые мы должны знать, мы сможем это воплотить или это для нас очень сложно, а может быть это будет интересно, но уже не говоря о детях. Поэтому сегодняшняя передача дает вам возможность, уважаемые телезрители, ну, я знаю, посмотреть на себя немножко в перспективе 2015 года. Посмотреть на свою руку, подумать о том, что нам рассказывает Ирина Кравцов и сказать себе, вот теперь я займусь тем, что я откладывал все предыдущие 2014 лет. Итак, у нас в гостях Ирина Кравцов, которая так просто называется, аналитик руки человека. Я просто напомню, что она еще и аналитик математики, и деньги зарабатывает математикой. А рукой человека она интересуется. Но, правда, к тебе приходят ведь люди, да? Конечно, очень много. Приходят, и ты готова оставить свою математику, оставить кабинет с окном на улице, что в Манхэттене не так часто бывает. Я получаю огромное удовольствие, когда я знаю, что я могу помочь людям, и я вижу конкретные результаты. Это чувство, которое объяснить и передать нельзя. Ну, конкретные результаты. Вот давай мы с тобой вот этот интересный момент. Конкретно, как ты можешь выделить конкретный результат? Потому что люди мне звонят, они мне пишут, они хотят встретиться, приводят своих знакомых. И я слышу, насколько они счастливы, вижу, как они изменились. Ну, вот один мы уже слышали. Она сдала экзамен и вот так, раз, и сдала. Что пока у меня в голове не укладывается. Но, хорошо. А еще какие результаты? Что вот, например, эта танцовщина, скрипачка, да, мы говорили, скрипачка, она изменила каким-то образом свою жизнь? Она изменила свою жизнь очень сильно, потому что она была очень известной в Америке, но она не очень разъезжала за границу. А ты сказала, надо ехать? Я ей сказала, что да. Ну, там не так просто все. Но да, в течение полугода она уже была в Европе по гастролям. То есть она намного сильно улучшила свою карьеру. Чего-то, она вначале отказывалась от таких гастролей? Она отказывалась, она не хотела, она даже не имела агента, который бы ей это предлагал. А что вы ей объяснили, что как раз она должна раскрыться больше? Она должна раскрыться больше, да. То есть она занималась больше бизнесом, чем творчеством. И она поменяла направление. И буквально в течение недели она позвонила мне в диком восторге, насколько она счастлива, и что я ей поменяла жизнь. А я понятия не имела, как я ее поменяла ей в жизни. Я не ослышался, а в течение недели она уже позвонила, что жизнь поменялась. Это реально? В течение недели? У меня много таких примеров, поэтому вначале я очень осторожно к этому относилась. Я не понимала, как это происходит. Но чем больше... Ну, давайте, как это происходит? Потому что я помогаю просто открыть человеку самому себя. Он начинает себя понимать, он начинает менять свои привычки. Те привычки, которые были созданы годами. Это то же самое, что ты смотришь на картину, и ты видишь какой-то определенный сюжет. И вдруг ты утром просыпаешься, смотришь на эту картину, и ты видишь совсем другие краски. И ты понимаешь, что перед тобой весь мир. Ну вот, вы математик, и вы как бы анализируете. Есть какие-то формулы анализа человеческой руки? Там есть несколько формул. Подставил значение, поделил по-разному. Там есть несколько формул, но это не совсем формулы, это кроссфорд. Это как пазл, который тебе нужно решить. Это много переменных, математических переменных, которых ты должен перемешать у себя в голове и выдать ответ. Но этот ответ обычно очень красочный, очень долгий, потому что у меня занимает около минимум час-полтора, иногда два, чтобы объяснить человеку все. Плюс я это все, конечно, записываю, и люди могут прослушивать это и через полгода, и через год. Но для того, чтобы стать специалистом... Это нужно в годы учения. Но не надо заканчивать университет математического отделения? Нет, просто нужно любить решать кроссфорды, нужно иметь аналитический склад ума. Интересно. Что там у нас следующее, кто у нас руку протягивает? Какая следующая рука у нас? Это номер пять. Номер пять, да, номер пятая рука. И кто этот человек, честно, покажешь? Это очень известный шахматист. Шахматист? Шахматист, да. Но у него мизинец смекается меньше, чем фаланга ближайшего партия, нет? Ну, во-первых... Значит, он не очень умный? Нет, он очень умный. У него, во-первых, здесь только одна рука, а на второй руке он немножко больше. И у него, если вы посмотрите на линию ума, это средняя линия, она идеально чистая. Которая идет слева, справа или посредине? Как? Она начинается... У большого пальца? У большого пальца, но она идет... Изгибается вниз. Изгибается, да, и идет в сторону. Чуть-чуть. Она идет не вниз, а в сторону. Немножко в сторону, да. И эта линия необыкновенно чиста. Это значит, что ум у этого человека настолько чист, что он может решать сумасшедшие сложные задачи, перемешивать все это в голове и выдавать мгновенные четкие решения. И меня очень заинтересовала эта рука, потому что вообще я хочу сделать анализ рук шахматистов, чтобы увидеть, например, руки и сказать, вот этого человека есть необыкновенные способности заниматься шахматами. А также после этого, естественно, это будут и аналитические, и математические, и определенные характеристики. Ну вот существует такое понятие, как посмертная маска. А существует такое понятие, как посмертный отпечаток руки, чтобы человек уходит, но осталась рука. И когда человек уходит из жизни земной, только тогда можно по-настоящему подвести итоги и сказать, какая была рука, как он родился для чего, кем стал и кем закончил. Нет? Ну, наверное, да. Но я видела очень много людей, которым было около 80 лет. И мне было немножко страшно говорить им, потому что я не знала, насколько они достигли того в своей жизни, чего они могли достичь. И поэтому я очень аккуратна с этими людьми. И я была удивлена много раз, когда я говорила, и они вдруг начинали плакать от счастья. И говорят, это то, что мы делали всю жизнь, ты мне описала мою жизнь, так как я действительно то, чего я хотела, то, к чему я стремилась, и то, что я получила. И человек все-таки иногда правильные шаги делает без того, чтобы знать свою руку. Да, да. Интуитивно. Интуитивно, но это не у всех. Вот что интересно, я, мамы моей уже нет на земле, но я когда увлекался этим, еще чуть ли не в студенчестве, я попросил ее и сделал отпечаток руки. У меня просто есть отпечаток руки моей мамы, ну, ее жизнь земная закончилась, и поэтому я иногда вот думаю, вот если бы люди имели такие отпечатки, там, внуки, дети, могли бы они каким-то образом для себя что-то из этого извлечь? Конечно. То есть, если вы мне дадите отпечаток руки вашей мамы, я вам смогу ее описать. Характер ее, как она думала, как она себя вела. И можно будет посмотреть на отпечаток руки, например, моей или моего сына? Отпечатки руки не меняются. Можно посмотреть, потому что иногда я замечала тенденцию, что в семье отпечатки пальцев очень похожи. Потому что это генетическая информация. Да, интересно. Ну, я бы хотел немножко воспользоваться своим правом первой руки. Мы специально сделали, например, отпечаток. Вот следующее, это отпечаток. Уважаемые господа, пожалуйста, будьте внимательны, это отпечаток моей руки. Вот сейчас мы покажем вам этот отпечаток. И это моя, да? Это моя рука. Вот смотрите. Нет, это не ваша рука. Нет? Это последняя. Вот это моя. Вот это, да. Вот это моя рука. О, моя рука. О, какая красивая. Моя. Тоже краски не хватило немножко. Что это значит? Это значит, что энергии там у меня не хватает, да? Это значит, что вы работаете больше, чем вы должны, да. С ума сойти. Мне казалось, наоборот, я мало работаю, меньше работаю. Значит, уважаемые телезрители, я хочу сразу сказать, чтобы вы видите мою руку, но не относитесь к этому очень серьезно. Я сам к этому отношусь так. Но так интересно, любопытно. Значит, вот у меня, я обратил внимание, что посредине идет черта, да? Черта, у меня черта. Она идет сплошная на правой руке, она вообще сплошная. И это не так часто встречается. Это о чем-то говорит? Да, это говорит о многом. Во-первых, эта рука очень редкая. Линия очень редкая. Это у меня редкая? Очень редкая линия. Прекрасно, да. Это линия, которая встречается всего около 2% людей, имеет эту линию. На земном шаре? На земном шаре, да. И что, это хорошо или это плохо? Это уникальная линия, которая говорит о том, что человек будет необыкновенно талантливый. Талантливый. Причем, может быть, талантливый во очень многих эрик. То есть, чем бы он не занимался... Я предупредил, видите, чтобы они не очень серьезно относились к тому, что говорят обо мне. Нет, ну я, то есть, я уверена на 100%, что у вас эти качества есть. И чем бы вы, например, не занимались, вам будет даваться это довольно легко и интересно. И вы не будете понимать, что другие люди созданы немножко по-другому. Да, но я должен вас изучать. Я... Не все так легко мне дается. Это разные вещи. Ну хорошо. Ну вот мы посмотрели руку мою. Будем... Все, хватит больше моей рукой. Мне уже стало страшно. Мы посмотрели руку. И я себе говорю, нет, я не такой талантлив, как эта рука показывает. Что это значит? Это значит, что есть какие-то блокировки, которые вы, к сожалению, еще не смогли открыть для себя. И понять себя. И не смогли достигнуть того, чего вы хотите. А что же делать? Ну, во-первых, первое, это нужно взять отпечатки пальцев и понять цель жизни. И цель вашей жизни... Понять цель жизни по отпечаткам пальцев? Нет. И у вас цель жизни – это мастер общения, это страсть к общению. Мне кажется, это идеально подходит к тому, что вы делаете. А скажите, о своих детей. Вот... Сколько у вас детей? Трое. Трое детей. Молодец, хорошая мама. Трое детей. Вы... Вы наблюдаете за ними? За их руками и их жизнью? Да, конечно. Каждый раз, когда они приезжают в колледж, первым делом они так «посмотри на мою руку, что поменялось». И начинаются разговоры, и очень интересно. И это... Они находят, что это им помогает, или они находят, что это действительно соответствует? Очень сильно. Полностью соответствует, потому что, когда я это изучала, то есть мои дети, это были как бы мои такие кролики, на которых я это все экспериментировала, и они мне подтверждали, что все, что я говорила, оказывалось правдой. Поэтому я больше начинала в это верить. Прекрасно. У меня начинала работать с их подружками, подружками, подружек и родителями уже, друзей. И вот так вот постепенно это все началось. Это очень интересно. Понимаете, Ирина, мне, когда я познакомился с вами и узнал, что вы специалист математики, устроенный нормальный человек, обычно как? Идешь по улице, и там написано, там, гадаю, или там, предсказывай, или там еще что-нибудь. Всегда проходишь так с иронией, окей, все понятно, все понятно. А тут человек, который, в общем-то, серьезно стоит в жизни и изучал серьезные науки, тоже к этому пришел. И поэтому мне это показало. Предсказание не меняет твою жизнь. Предсказание, может быть, оно произойдет, может быть, оно не произойдет. Здесь это конкретно то, над чем ты должен работать, то, к чему ты должен стремиться. И когда ты начинаешь думать об этом и концентрироваться, у тебя открывается будущее. Интересно. Я уверен, что у наших телезрителей наверняка тоже есть какие-то вопросы. Поэтому номер телефона сейчас на экране. Это прямой эфир 201-461-1384. У нас в гостях Ирина Кравцов, аналитик математический и аналитик руки человеческой. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы или у вас есть какие-то свои соображения, или, может быть, есть какой-то свой опыт. Это будет интересным. У нас впереди Новый год. У нас впереди много интересных загадок, которые мы с вами будем рассказывать в следующем году. Пожалуйста. Ирина, скажите, пожалуйста, ну вот вы изучили все это, вот вы сейчас все, все, вы теперь специалисты, а куда вы двигаете дальше? Нет, ну я все время учусь, я все время поддерживаю связь с учителем, я продолжаю. А у вас есть гуру ваш, который... Да, у меня есть гуру, который все это открыл, он занимается этим уже 45 лет. А кто он? Он из... Американец. Американец. Американец, но происхождение азиатского или белый, белый, обычный? Он белый американец, который родился в Нью-Йорке, уехал в Калифорнию, и он посвятил всю свою жизнь рукам. И это его кормит, это он этим живет? Это всемирно известный человек, да. А скажите, пожалуйста... У которого, кстати, тоже есть вот такая же линия, как у вас. Ага, ну вот видите, может быть я должен был 30 лет назад или 20 там уйти в эту область? Но еще не поздно, еще ничего не поздно. Скажите, пожалуйста... Нет, давайте мы хорошо возьмем звонок, хотя бы один начнем, а там дальше. Соня, Соня Чикаго. Здравствуйте, Соня. Добрый день. Добрый день. У меня есть два очень скромных вопроса. Да. И будьте добры, отвечать. Первый. Если ребенку 17 лет, и у вас отпечатки его пальцев, вы можете сказать, что он будет наркоманом или алкоголиком? И второе. Если у человека в будущем он станет геем, это практически можно определить по руке? Сексуальные склонности, да? А? Сексуальные направленности вы имеете? Ну, вы не... Первое, второе, да. Вот первое, алкоголик. Это наркоман и алкоголик. Да, наркоманы. Очень. Соня, потрясающе. Кстати, в Чикаго у нас очень давно не было звонков, и тут такой приятный, интересный звонок. Спасибо. Это очень интересный вопрос и очень хороший вопрос, потому что обычно это... Я могу такую информацию дать, но не по отпечаткам пальцев. Это больше по руке. Потому что есть определенные области в руке. Это область Луны. Сейчас, Олега, мы попросим снова показать руку, да? И что мы определили... Да, да, да. Где это такое? Это область Луны. А, область области... Что? Это область Венеры. То есть мне нужна обычно рука, и мне нужно смотреть на пропорции этих двух частей рук. И в зависимости от пропорций, как они выражены, что там изображено, от шеи, от формы всего, можно понять, или у человека будет тенденция или к алкоголю, или к наркотикам, или даже к играм. А начиная с какого возраста это можно уже понять? Я думаю, в 17 лет это уже достаточно. В 17 лет, да, уже можно определять. Но самое главное, чтобы человек об этом сам знал. Потому что я знаю, что у меня была девочка как раз, где-то год назад, наверное, и я видела тенденцию, что она будет увлекаться или наркотиками, или выпить. И я об этом ей сказала. И я, конечно, боялась реакцию, потому что они же все очень скрытные такие, тинейджерсы, они все идеальные. И она мне сказала, да, к сожалению, я знаю, что у меня это есть. Я говорю, а теперь ты должна понять, что у тебя есть к этому очень сильная склонность. Если ты не остановишь себя, не сможешь контролировать. Вот так. То есть, как бы человек должен знать, что все мы любим выпить, это, в общем-то, каждый раз. Да, это нормально. Но у человека повышенная, как бы, склонность, которая может его привести к какому-то негативному результату. И что интересно, она сказала, что у нее папа был алкоголиком. То есть, и поэтому видно у нее генетически. С наркоманией и алкоголем мы поняли. А вот что с сексуальной ориентацией? С сексуальной, мне кажется, это вопрос очень тоже интересный, но я не думаю, что на него можно дать четкий ответ. Потому что я пыталась выяснить, конкретно можно четко сказать или нет, и я поняла, что нет. Потому что есть вещи, которые я могу предположить иногда, но это не будет стопроцентная гарантия. То есть, здесь пока еще... Здесь пока еще нет. Но будем считать, что вы еще в пути. Это в пути, может быть, потому что, может быть, мне нужно видеть несколько сот людей, которых есть эта тенденция, изучить их и понять больше. Потому что пока что наука к этому еще не пришла. Хорошо, тогда мы послушаем сейчас Лену, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Лена, с вами. Здравствуйте, спасибо большое за время. Ирина, я просто хочу прокомментировать. Видимо, у вас золотая середина, где ваша математическая дисциплина соответствует тому, что вам нужно прочесть с точностью микроскопической, детальной, вот, такую вещь, как руку человека. И соединить это с вашей интуицией, это, видимо, вас очень отличает и ставится на совершенно другой уровень в сравнении вот с людьми. Вот с Ахикой, о которых Борис так правильно сказал, что мы относимся довольно скептически. Мой следующий комментарий, скорее вопрос комментарий. Вот, у меня всегда интриговала связь, она такая очень тонкая, очень хрупкая, между сознанием и то, что называется на английском языке subconscious. Когда вы говорите, человек исключительно желает взять часто возможное и желаемое немедленно и сконцентрироваться на этом. Но есть совершенно очевидные предположения, которые говорят о том, что только вот этот вот сапканчис, то, что мы не осознаем, имеет часто более глубокую натуру познания и потенции к динамике изменений, чем то, что мы хотим буквально, реально, вот в данный момент, если не изменить, то, по крайней мере, себя как-то насильственно настроить. Да, Лена, я прошу прощения. Да, я могу просто прокомментировать немножко. Спасибо, Патюмин. Действительно, вопрос очень интересный, над которым я сама работала и думала очень много, потому что на самом деле отпечатки пальцев, это дает тебе именно подсознательное отношение, что помогает. Все остальное, часть руки, это больше сознательное, то, что мы делаем более сознательно. Поэтому под печатком пальцев получается, что я дотрагиваюсь, так сказать, до души человека, и он начинает, вау, это действительно как бы то, чем я движим, и я никогда не мог понять, почему. Поэтому отпечатки пальцев именно дают информацию на этом уровне, на подсознательном уровне. Я хочу для себя сконцентрировать, отпечаток пальцев, это более внутренняя, более духовная часть, да? Это более духовная, это самое-самое глубокое, да, это подсознательный уровень человека, поэтому можно определить жизненные цели по отпечаткам пальцев. Тогда я понимаю, почему в аэропортах берут отпечатки пальцев и сейчас определяют, кто террорист, а кто нет. Можно так сказать? Ну, нет, я не думаю, я не думаю, нет. Но к этому может прийти? Кстати, вот интересно. Отпечатки пальцев? Нет, террористы это больше как бы люди, которые я буду ожидать увидеть какие-то характеристики на руке. На руке, это будет так. Хорошо, так далее. Отпечатки пальцев это тот человек движим изнутри. А рука это? Это рука, это больше характеристика человека, которая или помогает ему, и получается, что когда, подсознательное и сознательное состояние сливаются и идут параллельно, в этом случае человек необыкновенно счастлив. В то время, как если они идут по разным дорогам, то это именно проблематичные стороны. Он менее счастлив. Людмила, город Нью-Йорк опять же, да, здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Да. Я бы хотела спросить, будет ли ваша гостья принимать где-то? Нет, это не рекламная передача, мы не решаем вопрос приема и так далее. Вот, поэтому вот это мой ответ. Ирина, Сан-Франциско, как прекрасно, когда люди в Сан-Франциско просыпаются, чтобы послушать нашу передачу. Спасибо, Ирина, слушаем вас. Я просто хочу рассказать о своем случае, это займет одну минуту, которая была 60 лет назад, можно сказать, 50. У вас такой молодой голос, что я думаю, что это было 10 лет назад, вы бы забыли просто, да. Меня поймала цыганка прямо в центре города, мне было безумно стыдно, но она схватила мою руку и точно мне предсказала мою судьбу. Так что не верить в это абсолютно невозможно, и все получилось так, как она сказала. Так что то, что я сейчас увидела на экране, что сегодня есть такие специалисты, я просто очень-очень взволнована и очень благодарна. Это Ирина поставила на научную основу, на математическую базу. А цыганка, наверное, только интуитивна, да? Я думаю, у них очень сильная интуиция. А вот да, вот приходилось сталкиваться человеку от науки и человеку от интуиции. Вот приходилось ли вам давать руку цыганке? Приходилось, приходилось. Я была на паре одном, и там была гадалка, и я решила просто посмотреть ее знания, проверить ее знания. Когда я к ней подошла и говорю, ну что ты можешь мне рассказать? И она мне начала рассказывать историю, но она оказалась не очень сильной гадалкой, к сожалению. И она мне начала говорить какие-то вещи, которые абсолютно не соответствовали. Когда я попросила, покажи мне конкретно на руке, где это место, где ты это видишь, я хотела хотя бы проверить знания, или она знает, где это находится. Она мне показала место, которое настолько далеко от реальности, что... Как интересно. Да, я поняла, что многие... Конкурирующая контора не выдержала испытаний. Ну, я думаю, что они знают, может быть, какие-то линии, что-то они знают, очень минимальную информацию, а потом используют свои больше сайки кобылотис для того, чтобы дать информацию людям. Да. Ну, давайте еще один звонок, может быть, успеем. Людмила, это какой город у нас? Нью-Йорк. А, еще раз Нью-Йорк, да. Еще раз? Или это... Я уже спрашивала, но я хочу спросить моей внучке, младшей, 12 лет. Она очень любит готовить и печь пироги, и готовит первое, второе, третье, сто блюд. И делает это просто моментальным мигом. Вопрос. Я бы не хотела, чтобы она была каким-то поводом. То есть вы хотите спросить, можно ли таким образом изменить судьбу? Да. Да, но вмешиваетесь ли вы в судьбу и начинаете подтирать отпечатки пальцев? Нет. Нет, я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему суждено заниматься. То, к чему он был создан, то, для чего он был рожден. Только при этом человек может быть поистине счастлив, потому что это чувство, которое действительно несравнимо ни с одним, другим чувством, которое... Падение, да, происходит. Да, очень интересно. Что я могу сказать? То, что я сегодня услышал, для меня тоже много интересного. И, мне кажется, нашим телезрителям накануне Нового года будет о чем подумать и посмотреть на свои руки. Так что я хочу просто поблагодарить, сказать, что здорово, что сегодня вот такая у меня гостья. Это все очень здорово. Ну, а можно ли посоветовать людям что-либо сказать? Вот, ну, я не знаю, то ли... Вот они не знают рук, ничего. Но чтобы вот чисто по-человечески посоветовать людям, чтобы они, ну, свои судьбы... Наверное, прислушаться к себе, потому что, мне кажется, что каждый человек глубоко внутри себя знает, что он хочет. Просто мы увлечены буднями, занимаемся очень многими делами, детьми, работой, заняты все время. То есть у нас нет времени уделить времени себе. А вот эта вот фраза такая, уделить времени себе, это значит что? Закрыть комнату, уйти в другое помещение, выключить свет, сесть в кресле и спросить себя самому? Нет, это может быть, можешь приехать на природу, ты можешь заниматься йогой, но просто начинай думать, что ты хочешь. То есть концентрировать свое внимание на том, что нужно тебе. Потому что открыть себя, это, наверное, задача каждого человека. О, открыть себя. То есть практически то, о чем мы сегодня говорили, вся эта рука и вся эта аналитика, она служит только одному. Для того, чтобы помочь человеку открыть себя самого. Ну, я надеюсь, что каждый из нас сегодня чуть-чуть себя открыл. Спасибо, Ирина. Мне бы очень хотелось. Да, спасибо за то, что у нас такая возможность была, потому что, ну, часто мы очень относимся к недовериям и к нашим чувствам, к нашим мыслям. А может быть, не получится, а зачем мы это делаем? И... А вот... Это страхи, которые, опять-таки, можно видеть по руке и можно об этом сказать человеку. Потому что у кого-то есть эти страхи, у кого-то совсем... Это видно по руке, что он такой трусишкой немножко, да? Да. Да. У каждого человека свои, то есть у каждого человека своя блокировка. И когда я вижу эту блокировку, я могу просто сказать... И тогда последнее. Надо назначать даты. Вот, например, Новый год, через 9, меньше недели, да? Надо себе сказать, все, с Нового года я вот буду... Ну, я обычно так не делаю, потому что, если я говорю с завтрашнего дня, значит, это буду говорить очень часто. Да. Поэтому я просто стараюсь делать. И делать это сегодня. И делать это сегодня. Ирина Кравцов, аналитик... Я уже не говорю математики, аналитик руки человека. Огромное спасибо. С наступающим Новым годом. И удачи во всем, что вы хотите. И вам, уважаемые телезрители, тоже большое спасибо, что сегодня утром вы были. В передаче «Контакт по понедельникам» ее ввел в класс Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...